Доброго субботнего дня! Всем болельщикам белорусского футбола мы рады приветствовать вас на втором матче 28 тура, как раз таки субботней программы. Сахарное дерби! Мы в Слудске, где местная команда будет принимать Городею. Это очень принципиальный матч, не только с точки зрения соперничества, но и с точки зрения того, на каких местах сейчас располагаются команды и за что они борются. Видим, что команды уже как раз таки появляются на поле. Будем в течение матча знакомить вас с той ситуацией, которая сейчас у них в турнирной таблице, в очных противостояниях. И за что они вообще борются. А борются они, как вы наверняка знаете, за то, чтобы все-таки остаться в высшей лиге. Хотя помним, что Слудск потрясающе начал этот сезон. Очень здорово он играл, привлек в том числе и зарубежных футбольных болельщиков к тому, чтобы следить за этой командой. Но сейчас времена немного поменялись, уже и тренер другой, и много игроков сменилось. Поэтому сейчас с Лучаном хотя бы не попасть в стыковый матч и остаться бы в высшей лиге. Городеев, впрочем, мечтает о том же самом. Посмотрим, как сегодня будет игра развиваться. Будет ли она голевой или нет, узнаем совсем скоро. Ну а пока слушаем гимн. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прозвучал гимн, команда уже готова. Становиться на позиции, давайте как раз таки с ними потихоньку и знакомиться. Составы на ваших экранах. Начнем традиционно с гостей. С Городеев в воротах. Галкипер, который выступал за национальную сборную, поиграл за рубежом. Сергей Черник, очень опытный вратарь, который в двух последних матчах, напомню, сыграл на 0. Две победы у Городея, 4-0 над Смолевичем и Дома. И гостевая Виктория над Неманом, который прекрасный ход набрал со счетом 1-0. В этом во многом заслуга, в том числе Черника. Четверка защитников слева направо, 27-й Линда, 72-й Позняк, 3-й Игнатенко и 17-й Габараев. В центре поля два опорных полузащитника, 35-й Пушняков, капитан команды и 21-й Воловик. Соответственно, чуть выше располагаются слева 15-й Соловей, справа 28-й Сайчич, 5-й Дидин Джухари. Под нападающим и 23-й Дипергаджиев. Это единственный форвард сегодня в составе Городея. Главный тренер команды гостей Олег Радушка. Состав слузка. В воротах голкипер Илья Барновец. Он уже бессменно в пяти последних матчах занимает эту позицию. Нет, пока что Бориса Панкратова. Поэтому голкипер, который долгое время выступал лишь за дубль и изредка появлялся в основе, теперь имеет шансы для того, чтобы себя проявлять по максимуму. Вернулся в состав Виталия Трубила. Он сегодня с капитанской повязкой. С левого в обороне по традиции будет действовать. Два центральных защитника. Анюкевич 55-й. Сулейман Канда 18-й. Справа седьмой Паникаров. Тройка футболистов, кто будет располагаться в центре поля. Илья Рощеня номер 25-й. Над ним Евгений Вилько под 22-м номером. И Егор Семенов номер 8-й. И три форварда уже по традиции. Слева будет действовать Абдул Гафар Серема. Справа Дмитрий Сасин, который потрясающий дубль сделал в прошлом матче. И благодаря этому Слуцк смог набрать 3 балла в гостевой игре против РЦОР БГУ. И единственный форвард, даже скорее футболист, который действует в роли ложной десятки. Это Юрий Козлов. Главный тренер Слуцка Александр Бразевич. Что ж, составы представили. Вот как раз таки первый свисток в матче от Амина Курхеля. Именно он является сегодня главным арбитром. Помогают ему братья Гетикова Виктор и Андрей. Четвертый судья Захар Дегилевич. Инспектор матча Юрий Дупанов. Делегат матча Денис Шамшуров. И ваш сегодняшний комментатор Сергей Мельник. Давайте смотреть за футболом. Я надеюсь, он получится интересным, захватывающим. Тем более, здесь действительно есть за что командам бороться. Соперничество довольно принципиальное. Ну и как раз таки в турнирной таблице, вспоминая о соперничестве, Городея на 13 месте, Слуцк на 14. Прямо сейчас случайно являются командой, которая попадает в стыковые матчи. Ну и Городея при равенстве очков прямо сейчас выше располагается. Как раз таки за счет того матча в первом круге, где она смогла 3-0 победить. Я напомню, тогда отличались. Сергей Архипов сделал дубль на 34 и 52 минутах. Ну и на 56 Кирилл Павлючик, который уже ушел из Городеи, сделал окончательный счет 3-0. Слуцк в атаке. Козлов играет на Семенова, тот ниже на Паникарова. Но пока что случайно по первым минутам стараются мяч все-таки себе забрать. Хотя мы знаем, что обе команды в целом склонны к тому, чтобы действовать вторым номером. Когда как раз таки они играют друг против друга, здесь опять же нужно кому-то все-таки брать, наверное, игру на себя. Дидин очень неплохо убирает под правую, может он и пробить. Забивал он в прошлом матче со Смолевичем, это его дебютный гол. Там, кстати говоря, дебютный гол был не только у него, но и у Дибергаджиева. Поэтому, ну как раз таки Смолевичи, да, команда, которая уже, к сожалению, покинула высшую лигу. И опять же Александр Борозевич, нынешний тренер Слузка, это как раз таки бывший главный тренер Смолевичей. Только что Смолевичи сыграли первый матч этого игрового дня, проиграли Неману 1-4 без шансов. Ну и Неман все-таки продолжает погоню за золотом. Шансы такие математически все еще у команды есть. Абдулгафар на левом фланге пытается там что-то все-таки с Габараева спросить. Пытается отобрать у него мяч, но не выходит в этой ситуации. Да, на самом деле пока что не совсем понятно, как будет эта игра развиваться. Опять же, вспоминая те матчи, которые в этом туре были сыграны. Вчера абсолютно непредсказуемый результат был в игре в Минске. Напомню, на стадионе Трактора Ислыч дома, де-факто она играла дома, проиграла со счетом 3-4 Минску. Очень результативный матч, 7 забитых мячей. Драма опять же там Ислыча вела со счетом 3-2. И могла в этом матче 100% выигрывать, но потом все-таки не смогла счет удержать. Затем была игра Витебски, где голами команды не отметились. Витебск рух, счет 0-0. Ну и сегодня, как я уже сказал, Смолевичи 1-4 проиграли Неману. Городей начинает свою позиционную атаку. Воловик в центре поля, направо отдает. Вот Габараев ищет Сайчича. Наконец-то тот вернулся в состав. В прошлом матче, напомню, он со старта не играл. Ну и что касается других изменений, Габараев вместо Смирнова. Это изменения в Городея. И что касается Слуцка, тот Рубила появился на поле вместо Русака. И как раз-таки капитанскую повязку Виталий Сибеи. В общем-то, смог он опять себе вернуть. Пока что неспешный темп. Вот такая длинная передача в попытке найти Вилько. Козлов 100% будет ниже опускаться, как он прямо сейчас это делает. Все-таки по позиции Юрий является центральным полузащитником. И то, что он сейчас номинально выступает в роли форварда, но это не совсем его зона. Опять же, он может играть в роли десятки. Возможно, в роли даже ложной десятки. И там он себя чувствует неплохо. Мне кажется, для Юрия, наверное, идеальная позиция это центральный полузащитник. Вот там, где он сейчас располагается. Ну, а Абдул Гафар действует слева. Такие интересные как раз-таки перестановки. Вот Бразевича, напомню, когда Виталий Павлов был главным тренером Слуцка, ну, такого мы не наблюдали. Гафар действовал исключительно в центре нападения в роли завершителя. Но Козлов несменно являлся центральным полузащитником. Поэтому сейчас все немного иначе. Ну и опять же, в общем-то и Козлов, и Гафар являются самыми результативными футболистами в составе. Слуцка наряду с Семеновым. Поэтому можно их использовать на разных позициях. Позняк играет на Черника. Ищут опытные голкиперы варианты. Прессингует того Козлов. Черник направо играет. Сайчич первым на мяче здесь оказывается. И Дипергаджиев продлевает. Очень неплохо. Городея вышла из обороны. Можно на левый фланг отправлять. Там Соловьей ждет мяч, но не доходит тот до Соловья. Пушняков отправляет его по льему флангу. Но здесь довольно-таки сложная передача. Паникаров первым на мяче оказался. И уходит мяч за пределы поля. Вот как раз-таки Александр Бразевич на мошках экранных. Тренер, который и в структуре БАТЭ побывал. Ну и в последнее время тренировал в Смолевичах. Таких в горемычных, скажем, условиях. При том, что и зарплаты там футболистов были невысокие. При этом они не выплачивались в срок. Поэтому по истечении первого круга как раз-таки комментировал я последний матч Бразевича в Смолевичах. 3-3 с Борисским Динамо. Потрясающая игра на Озерном. Ну и на самом деле как раз-таки в Смолевичах Бразевич ставил именно игру через короткий пас. Через комбинации, которые подолгу развивались. Когда игроки могли по несколько минут владеть мячом и делать поперечные передачи. Но тем не менее потом порой у них получалось довести это до опасных ударов. Дибергаджиев оборолся. Дидин. Нужно здесь ему мяч оставлять. Но очень технично, очень резкий футболист. В аренде он прямо сейчас из Шахтера. Только подписал его Солигорский клуб и сразу же он отправил его в аренду. К слову, кроме этого игрока также Илья Лукашевич и Александров Булычев располагаются на скамейке запасных у Городей. Также они в аренде из Шахтера прямо сейчас. Пушняков играет на Воловика. Сайчич. Да, как раз таки роль Лазара Сайчича в последнее время она очень велика у Городей в атаке. Потому что команда, как она сейчас неплохо атакует. Пушняков направо переводит. Чуть ниже играет как раз таки Габараев в этой ситуации. И обрезка. Гафар нужно ему здесь, наверное, Козлова подождать. Кстати, как раз таки Юрий совсем рядом. Передача на 24 номера. А по правому флангу никто и не подключается. Сасин слишком далеко убежал. А Паникаров не успел здесь отправиться поближе к чужой половине. Ну и видим, что Слуцко в принципе в контратаке пока что в этом матче не играет. В тех моментах, когда он может убегать, он решает мяч придержать. Опять же, кроме трех атакующих футболистов, часто другие игроки не особо поддерживают все эти начинания. Видим, что Паникаров по позиции действует. Действует довольно низко. Тот же Трубила чуть выше располагается. Канда. Ну вот Городей тоже позиционно очень неплохо смотрится. Опять же, здесь и Дедин под пятым номером чуть выше поднимается. Ну и Бергаджиев, он такой более мощный, более ростный, чуть менее подвижный. Но, тем не менее, все он вполне грамотно делает в позиционной игре и особо так не выбивается. Ну вот знаете, вот вспоминаю этот стиль Бразевича в Смолевичах. Вот так же его команда долго контролировала мяч. Но такие вот длинные передачи, они изредка доходили до адресата. Ну и в этой ситуации тоже Слуцкую атаку особо начать и не удалось. Да, этот матч действительно, что называется, за 6 очков. Если все-таки Городей сможет победить, то у него будут очень-очень хорошие шансы, чтобы в стыковые матчи не попасть. Опять же, там есть несколько команд, которые могут в этих матчах оказаться из первой лиги. Ну, в принципе, все те, кто лидирует прямо сейчас во втором дивизионе. Опять же, это и Реческий спутник, и Гомель, и Крумкачи, и Держинский арсенал. Там есть несколько вариантов, поэтому я думаю, команды прямо сейчас об этом не думают. Но вот что касается личных встреч, по которым идет статистика, если у команд равное количество очков, то у Городей победа 3-0. Надо с Луцком. Какой классный проход по правому флангу. О, прострел! Брановец, показалось, немного замешкался в этой ситуации. Едва ли там мяч не отрикошетил кому-то из нападающих Городей. Могло быть очень-очень опасно. Смотрим как раз-таки повтор. Габараев по правому флангу прорвался, прострелил. И здесь Канда. В принципе, он неплохо сыграл. Другое дело, что голкипер в этом моменте не ожидал подобной ситуации. И казалось ему, что может быть очень-очень опасно. Но все обошлось, да, Случан. Паникаров играет на Козлова. Козлов один из самых спокойных, один из самых хладнокровных футболистов, кого вообще приходилось видеть в чемпионате Беларуси, да. Опять же, мне кажется, он до конца еще свой потенциал не раскрыл. Он невероятно интересный футболист, который поиграл и во втором дивизионе, поиграл он и в первой лиге, опять же, и с Лучом. Там невероятное чемпионство во втором дивизионе было. Гафар пытается пробить издалее. Но точностью этот удар похвастать не может. Ну что ж, довольно-таки спокойный темп нашего матча. 12 минут практически позади. И отмечаем, что особо опасных моментов у нас не было. В последние минуты был проход Габараева с прострелом, там, где мог мяч отрикошетить. Но не более того. Ну вот на самом деле интересно, как Слуск собирается забивать без ярко выраженного центрального нападающего, потому что Козлов все чаще и чаще опускается ниже. Ну вот в центре Семенов открылся и как раз-таки на правом фланге он открылся. Пытается дальше отдать. Но прочли футболисты Городеи эту ситуацию и смогли обезвредить игрока Слуцка. Ращень, он как раз-таки в опорной зоне тоже просил мяч до этого. Но в итоге его не нашли. Линда вперед бросает. Паникаров. Джухари. В центр тут играют футболисты Городеи. И Пушняков зарабатывает Капитан Городеи аут. Позняк играет поперек. Ну вот опять же, этот матч, мне кажется, он настолько важен для обеих команд. Они поэтому и не спешат раскрываться. Возможно, мы будем видеть как раз-таки такой больше тактический футбол. По началу матча мне сразу же вспоминается вчерашняя игра в Витебске. Но там другое дело, что все-таки, мне кажется, газон был чуть худшего качества, чем сегодня в Слуцке. Ну все с ним в целом для нынешних условий с ним все неплохо. Черник направо переводит и по ногам там получает Габараев. Свистит Курхеля, будет стандарт. Да, очень тут много споров насчет того, был ли фолл, стоит ли показывать желтую карточку. А Вилько, как показалось, не успевал. Ну в мяч он в целом-то сыграл. Другое дело, что и по ноге тоже, тоже, бессомненно, попал. Вот слышим и болельщиков в городе. Немало их сегодня приехало. Дибергаджи выигрывает вверх. И Дидин старался здесь за мяч зацепиться. У него это не получилось. Пушняков, не без нарушения правил, остановил Козлова. Ну совсем минимально зацепил Сергея Юрия. Хотя в целом там ничего такого критичного не было. Паникаров в центр. Не очень точная передача и получает по ногам Линда. Да, Слуцко нередко фалит. Но пока что городей на коротке разыгрывает стандарты. Ничего такого опасного мы не видим. Трубила, Нагафара, тот в центр. Опять же, таким матчем нужен гол для того, чтобы одной из команд приходилось раскрываться. Пока что все будут осторожничать перед тем, как начинать свои атаки. 15 минут у нас позади и, опять же, моментов пока у нас не было. Линда вперед играет. Жухари. В центр на Соловья. Можно тут дальше с французом эту атаку развивать. Соловей. Затоптали его в этой ситуации. И очередной стандарт у городей. Но, опять же, они довольно-таки далеко от ворот, поэтому здесь сложно сказать, что можно пробить, допустим, из такой ситуации. Ну и посмотрим, как же все-таки городейцы стандарт исполнят. Сайтич у мяча. Футболист, в общем-то, забивной. Но, скорее всего, я думаю, мы увидим подачу. Хотя, опять же, здесь и тот же Соловей. И другие игроки могли бы исполнить, но выбор пал на Серба. Лазар Сайтич у мяча. Сайтич есть подача в штрафную, но это прямо в руки броновцу, который может мгновенно начинать атаку с помощью Трубила. Нужна помощь Виталию, но Гафар уже готов был стартовать мгновенно в этой ситуации. А теперь контр-выпад от городей. Пушняков играет чуть ниже. Вновь Сергей с мячом. И приходится городей чуть ниже отойти. Габараев. Неплохо. Здесь Сайтич. Сайтич в 1-1 может... 1 в 1 может обыгрывать и зарабатывает он очередной стандарт. Но вот мне кажется, что-то мне подсказывает, что в целом команда Радушка не против зарабатывать эти стандарты. Видим, вот так вот по шажочку они спокойно подходят все ближе и ближе. И как раз таки команда, которая умеет забивать после навесных передач, для нее такие моменты это супер. Опять же, здесь хватает высокоростных футболистов. Тот же Дибир Гаджиев. Новый форвард. Он в целом тоже очень хорошо подходит как раз таки для такой игры. Подача в штрафную, но нет, конечно, нужно исполнять гораздо лучше. Здесь прямо на ногу футболиста Слуцка и особо ничего такого не получилось придумать. А вот сейчас случайно отбирают. Гафар играет на Козлова. Ну и вновь у Слуцка проблема с тем, чтобы сделать 2-3 передачи и выйти в контратаку. Городея в это время очень вовремя прессингует и не дает разбежаться хозяевам. Вилько на Гафара. Но вот как-то правый фланг абсолютно не задействует Слуцка. И Паникаров как раз таки здесь получает передачу. Козлов играет налево. Трубило. Длинная передача вперед. Выскакивает Сасин. Вот очень интересный футболист. Опять же, в прошлом матче как раз таки именно благодаря его двум мячам Слуцка победил со счетом 2-0 в Молодечно в игре с Рцор БГУ. И сейчас Сасин тоже вновь очень здорово отборолся. И в итоге мяч из аута выбрасывает именно футболисты Слуцка. Вилько, Гафар. Тут мяч летает от одного футболиста к другому. И вот как раз таки Гафар сейчас побороться не смог. Видим у нас очень напряженная игра в центре поля. Много борьбы. Это в принципе характерно и для футбола Слуцка и для футбола Городея. Поэтому когда эти сахарные команды смешиваются воедино в одном матче здесь уровень борьбы он просто зашкаливает. Паникаров на Броновца. Ну конечно можно было бы чуть более приятную передачу отдать своему голкиперу. Технический брак от Гафара и мяч попадает в руку. Да, ну вот практически по стандартам прямо сейчас в Городея лидирует. Понятное дело Слуцка часто мелкие какие-то тактические фолы совершает и поэтому приходится раз за разом затем мячи разыгрывать. Вот не лучшие выносы мяча от Черника откровенно говоря и Слуцка мяч перехватывает. Гафар но вот я не знаю что прямо сейчас не получается у этого футболиста Буркина-Фасо но он раз за разом не принимает мяч себе на ход. Хотя у него для этого все есть. Но вот тут такая вот лихая попытка сохранить мяч в игре но Абдул Гафар не успел. Игнатенко играет на Пушнякова тот не ошибается. Позняк Линда он одинок прямо сейчас на левом фланге Семенов к нему смещается Да, тут подсказывают болельщики как нужно Семенову сыграть все-таки он догнал Линду и смог здесь помочь мяч отобрать Сасин Рощение вот это ошибка Пушняков неплохая комбинация у Городея могла бы быть Соловей но здесь опять же не было каких-то выверенных действий от Городея мяч летал в разные стороны и опять же давайте смотреть еще раз повтор пяткой Дибергаджиев очень неплохо отыгрался но здесь Канда в подкате играл от Соловья мяч отскочил к Дедину и тот уже не пробить не отдать передачу не смог Броновец очень мощно вперед выносит и там Абдул Гафар борется толкает Габараев и зарабатывает стандарт вот сейчас потрясающе сыграл футболист из Буркина-Фасо и по праву заработал стандарт в этом моменте давайте еще рассмотреть Габараев проиграл позицию немножко неверно сыграл подставился в этой ситуации Абдул Гафар и все очень выверено у него получилось поэтому вот такой вот первый опасный стандарт у Слуцкая Юрий Козлов он умеет стандарты исполнять я думаю кто внимательно следит за нашим чемпионатом должны помнить как Козлов на вес он забивал в Солигорске как раз таки в начале первого круга этот мяч стал одним из ключевых к тому чтобы Слуцкая победил в матче с Шахтером сейчас Козлов подает есть на вес Черник первым на мяч но и здесь на подборе Сасин он бьет сильно мимо Дмитрий мог отличиться во втором матче подряд давайте еще рассмотреть повтор в этом моменте в принципе у 77 номера Слуцка мне кажется было время даже для того чтобы мяч принять вот еще раз стандарт от Козлова мяч летит Черник здесь первым оказывается и абсолютно никто не накрывал Сасина тот мог в принципе принимать дальше уже как минимум гарантированно в створ мяч отправлять но решил иначе сыграть Дмитрий Черник играет вперед Соловей вверх выигрывает Семенов технично Леонид Слуцкий говорил ему не передерживать но в этой ситуации все было оправдано ищет Паникаров варианты но пока что никто особо не открывается Канда на Бурновца и на левом фланге абсолютно свободно Нюкевич именно он пасы получает да более половины первого тайма позади и пока что мы смотрим такую тактическую войну прямо сейчас от команд но моментов пока что немного Сасин принимает мяч на границе штрафной очень тут неплохо разворачивает футболиста городей но прострел мог бы быть опасным если бы хоть кто-нибудь в вратарскую врывался но в этой ситуации опять же Дмитрий сделал все очень неплохо но вот тот же Гафар который сейчас в роли центра форварда действует мог бы в этой ситуации за мяч побороться но вот абсолютно такая невынужденная потеря от Дидина Слуцк Вилько очень неплохо играет и подачу смог совершить ой-ой-ой моментище а переиграл то Сасин Черника неверную позицию выбрал Сергей только вот в створ не попал Дмитрий да пока что очень активен Сасин по началу в принципе посередине первого тайма и как раз таки вся угроза именно от него исходит Соловей на правый мяч переводит Сачич приложился Лазар но это тоже выше ворот обмениваться командой моментами хотелось бы еще раз посмотреть вот да как раз таки именно этот выстрел скорее даже навес от Вилько и перевисел буквально Ассасин Линду в воздухе и дальше уже посмотрите Черник позицию-то выбрал неверно и попади Сасин створ мне кажется процентов 95 что это был бы первый мяч в этой игре но пока что у нас все еще нули на табло я надеюсь что до окончания матча эта ситуация исправится Броновец на Паникарова играет Канда на Нюкевича но вот знаете в отличие от того что мы видели в Смолевичах Бразевич вместе со своей слуцкой командой он все-таки чуть быстрее старается мяч разыгрывать неплохо в центр можно смещаться можно из этой ситуации даже бить но прямо сейчас Вилько не попал опять же очень активно в фланге у Слуцка отмечаем Исасина который прекрасно прямо сейчас действует хорошо борется и также Евгений Вилько который сейчас слева располагается тоже нельзя его не отметить видим что Слуцка минимально перестроился Гафар стал действовать привычно в роли центр форварда но как раз таки Козлов опустился ниже и теперь он также в более наверное комфортной для себя роли выступает на позиции центрального полузащитника Канда на Анякевича но в городе особо интенсивно не прессингуют три футболиста традиционно располагаются на чужой половине это Соловей Дибергаджиев и Джухари иногда Сачич также подключаются все остальные на своей половине поля прямо сейчас находится еще одно нарушение правил вновь вновь Вилько зарабатывает стандарт смотрим еще раз Игнатенко здесь поборолся ну и дальше Воловик за Евгением Вилько не успел вот как раз таки вспоминал я стандарт после которого Козлов в матче первого круга с Шахтером смог свой мяч после навеса забить он исполнялся примерно из схожей позиции поэтому такие небольшие флешбеки в голове могут всплывать но сейчас абсолютно другая ситуация уже другой тренер практически другая команда но Козлов стандарты подавать не разучил за есть навес и попытка здесь подставиться от футболиста Слуцка но опять же вышло очень не сильно Анюкевич в этой ситуации мог зряче бить головой тогда бы могло быть опасно но пока что для Черника такие моменты они в целом спокойно читаются хотя опять же вспоминаем что его перехитрить так же можно да Сайч еще тут немножко замешкался все-таки вовремя успел от мяча избавиться Линда на Соловья вновь Линда Воловик никто его не встречает неплохо игра Дибергаджиев Дидин будет бить поворотом и Бродовец спасает вот это первый момент в этом матче по-настоящему опасный 29 минута потрясающая игра Дибергаджиев в первую очередь давайте еще раз посмотрим как он в роли так называемого столба здесь сбрасывает мяч на француза и тот в целом обойдя Кванда бьет в левый и нижний если бы чуть сильнее получилось это на самом деле было бы еще более опасно но пока что фиксируем что у Городей был потрясающий шанс и Дибергаджиев и Дидин сделали все здорово и не менее здорово все сделал Бродовец здесь пробить не удалось Абдул Гафар подталкивал в этой ситуации Линду и поэтому здесь нарушение правил в центре поля Валовик да 30 минут нашего матча на исходе ну и пока что отмечаем довольно равная игра в целом никто не выделяется но вот сейчас у Городей был неплохой момент но и Слуцка грызается то есть пока что от того кто первым в этом матче сможет отличиться от этого наверное игра дальше и будет свой как раз таки оттенок приобретать в этот раз в этот раз уже сам Гафар по ногам получает он активен поэтому и он фалит и против него фалят это абсолютно нормально ращение перевод на лево очень технично принимает Трубила и по левому флангу как старый добрый Виталий Трубила можно подавать и он до мяча достает а вот партнеры где вы ну если честно вот пока что впечатления от Слуцка таковые команда очень неплохо играет через фланги но на подборе абсолютно как-то не то что бесхитростно но банально просто не хватает там футболистов здесь попадает мяч футболиста Городей сбивается у него дыхание поэтому здесь скорее всего такая небольшая пауза понадобится чтобы Лазар Сайч из себя пришел но все в порядке с сербом помогает ему там Дибергаджиев подняться и можно продолжать да я уже не раз говорил что этот матч очень важное значение имеет потому что дальше лишь два тура останется для того чтобы стараться исправить положение и календарь у команд разный если у Слуцка дальше игра с Неманом в Гродно тяжелейшая игра хотя Городей может мастер-класса такой передать своим сахарным товарищам как выигрывать в Гродно дальше у Слуцка домашний матч здесь же на Городском против Смолевичей а Смолевичей сейчас уже в целом абсолютно ни на что не претендуют и проигрывают во всех последних играх поэтому для Слуцка если он в целом ничего там придумывать не будет по идее должно быть не сильно сложно набрать 3 балла что касается Городей то здесь как раз таки здесь все более тяжело гораздо ну опять же нету Смолевичей есть два сильных соперника это домашний матч в Городее против Брестского Динамо против чемпиона и затем гостевая встреча в Минске против Ислачи поэтому я думаю мне кажется нужно делать основную ставку прямо сейчас именно на этот матч потому что опять же если Городее выигрывает то у нее будет опять же перевес перед Слуцком по личным встречам ну и плюс 3 балла прямо сейчас Линда ставит корпус выбивает мяч Сасин Дидин крайне интересный футболист на самом деле пока что тоже мы с ним знакомимся рассматриваем его потенциал потому что не так давно он выступает за Городею он из Франции ему 21 год и вот как раз таки первый мяч он уже в этом сезоне смог для себя забить в прошлой игре со Смолевичами Пушняков ну вот в целом игра Городее абсолютно понятна через центр поля команда старается искать Дибир Гаджиева который довольно-таки грамотно ставит корпус и дальше уже мяч сбрасывает на своих партнеров когда это не получается то да возникают сложности да тяжело Гафару видно что он в каких-то моментах даже бесится от того что в одиночку приходится ему прессинговать но партнера абсолютно не поддерживают Сайчич играет в стенку с Дибир Гаджиевым Лазар Сайчич Соловей вновь передача в центр и вот если бы между прошел прямо сейчас мяч у Анюкевича который кстати на газоне прямо сейчас оказался давайте об этом позже Сасин в атаке Дмитрий Сасин пытается сам пробить но Пушняков блокирует эту ситуацию и прямо сейчас отчетливо видно с моей позиции что Анюкевич очень тяжело ему и прямо сейчас наверное медицинская помощь понадобится защитнику но момент все равно нужно будет доиграть да и все таки вот переводит он мяч на Козлова Козлов на Семенова когда мяч за пределами поля окажется то несомненно будет пауза отрубило и контратака вот городеет Дибергаджиев нужно ему подключать кого-то по лему флангу Игнатенко ой немножко замешкался центральный защитник все-таки перевел мяч на Соловья но тот не пройдет Семенов как от детей ушел Гафар пятка играет неплохо но в этом подкате еще более здорово действует Юрий Воловик ну вот интересно что с Александром Анюкевичем потому что опять же видно что он держится за бедро возможно немножко там связки потянул но пока что если городея будет как раз таки через его зону атаковать то может быть очень-очень проблематично для Слудска Линда вот так вот мотивирует своих товарищей Илья Брановец мол не нужно останавливаться Пушняков играет на Линду запускает тот Соловья в такой вот дальний полет но прямо сейчас Паникара в этом моменте очень точечно и грамотно по позиции сыграл и первым на мяче оказался Семенов тут бы не не ошибиться Дебит Гаджиев не успевает Рощеня играет на Сасина да здесь пятка и вот Илье бы чуть более технично оставить мяч и было бы красиво Анюкевич уже жив-здоров на перехвате играет против Дебергаджива и сбивает того с ног Сайчич на Дедина Козлов на Трубила тот на Канда и 38 минут у нас подходит к завершению совсем скоро будет финальная пятиминутка первого тайма хотелось бы чтобы команда чуть активнее провели концовку этого тайма и возможно мы чуть больше моментов увидели бы потому что пока что все идет к тому что можем мы нули на табло увидеть Козлов не точная передача на Гафара но вот Слузк активизировался подача на Семенова того немного сбили с ног но опять же без нарушения правил Дебергаджив вот это было интересно и желтую карточку Козлов получает да немного в этой ситуации Юрий не совладал со своими нервами и прямо сейчас решил так уже после свистка пнуть мяч в лежачего оппонента давайте мы еще раз посмотрим вот Дебергаджиев здесь на колени оказался и Вилькот его толкал толкал и Козлов так ну не очень красиво поступил откровенно говоря знаете ну тем не менее отметим что игра довольно таки спокойная дисциплинированная и вот кроме этого момента опять же Слуцка чуть чаще наверное правила нарушает но особо каких-то грубостей в этом тайме мы не видели Пушняков на Сайчича по центру атакуют городе и вот старается здесь либо стандарт заработать либо хотя бы до удара дело довести Семенов отправляет Гафара но того опережает Позняк ну и вот показалось мне сначала что это Анюкевич как раз таки на газоне но нет это футболист опорной зоны Илья Рощеня но вот видимо потребуется ему какая-то медицинская помощь есть в целом футболисты которые могут выйти на поле вместо Рощеня опять же если вспоминать запас Слуцка то здесь молодой голкипер Илья Мама и также полевые футболисты Крень Сердюк Рум Бала Алоян Запрусских Сачковский и Кладько Сасин ну посмотрите насколько Юркий футболист он из такой непростой ситуации выбирается между двумя футболистами проскакивает и даже стандарт зарабатывает быстро Семенов на Рощеня тут уже в строю Гафар Семенов входит в штрафную и ставит корпус он это умеет старается заработать хотя бы угловой но нет Гафар подача на дальнюю штангу а будет ли там удар пока нет Габараев начинает атаку Городея самостоятельно прорывается и вот налево бы перевести да здесь Мохаммед Дидин еще переводит налево Соловей смещается в центр вновь на француза и тому бы немножко ускорится он убирает оппонента в центр передача поперек в касание Лазар Сайчич ниже отыгрывает удар поворотом вот это гол забивает Городея потрясающий мяч и бежит Габараев к своей тренерской бровке ничего себе у нас не было момента весь тайм и такая потрясающая пушка на 42 минуте это что-то невероятное да и радуются прямо сейчас болельщики Городея именно они только что были на ваших экранах но это что-то невероятное хотелось бы поскорее увидеть повтор как же все-таки этот мяч оказался в воротах что интересно именно Альберт Габараев начал этот момент именно он прорвался через центр практически с правого фланга именно он отправил мяч в в левую девятку ну потрясающий момент правый защитник вот так вот оказался на позиции десятки в касание пробил в левую девятку точно ли мы про Городею говорим ну на самом деле приятно удивляют Сахарные и они как раз таки показывают что они готовы все сделать для того чтобы оставаться в высшей лиге им это нужно у них две победы подряд над Неманом и над Смолевичем победы сухие 1-0 и 4-0 соответственно ну и если все будет хорошо то Черника в целом может и третий сухой матч подряд провести кстати говоря вот есть занимательная статистика что Городея в этом сезоне она победила 7 раз и из них 6 раз были сухие по 1-0 Городея побеждала Белшину Минская Динамо Рцор и Неман и также две сухие еще победы 3-0 над Слудском и 4-0 над Смолевичем единственный победный матч Городея где она пропустила это игра домашняя против Белшина со счетом 2-1 городейцы победили поэтому делайте выводы сами у Городея 7 побед 6 сухих и сейчас она ведет со счетом 1-0 очень важный матч для себя но я уверен что сейчас конечно Черник спешить никуда не будет для интриги нашего матча здорово что мы увидели забитый мяч потому что Слуцку непременно придется раскрываться как раз таки под конец первого тайма и в начале второго поэтому я думаю дальше будет только-только интереснее Дидин в стенку играет и тут подкат подкат жесткий бесспорно но на точку Курхеля не укажет Броновец вперед играет Пушняков и Бергаджиев на Соловья Габараев тут как бы немножко так успокоится поэтому ничего не привести в этом моменте но вот вперед Городзеев мяч выбивает сейчас мы узнаем сколько главный орбитер к основному времени первого тайма добавит длинная передача вперед и в руках у Черника мяч оказывается ну вот в принципе узнали главный орбитер ничего не добавляет к основному времени первого тайма и как раз таки в самой концовке его Альберт Габараев прекрасным ударом в левую девятку и счет открыл счет у нас 0-1 и пока что Городзея ведет дело к тому чтобы добыть третью сухую победу подряд Слузка будет всячески препятствовать этому ну а пока команда отправляется на перерыв для того чтобы немного обсудить то что произошло в первом тайме давайте немного передохнем и мы минут через 12-15 мы вернемся к нашей трансляции до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует... 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 Хотя было очень-очень опасно. Посмотрим, я думаю, чуть позже мы ищем повтор этого момента. Но пока что Слуцк вновь в атаке. И Трубило уже чуть ниже. Отправляет мяч на Козлова. Козлов ставит корпус. Тут бы дождаться подключения Анюкевича. Александр. Есть подача в попытке, наверное, за шиворот Чернику мяч отправить. Ну а мы смотрим повтор того момента, где Трубило подавал. Гафар против Черника играл в этом моменте. Ну и как раз таки футболист из Буркина Фасо мог немного навредить белорусскому голкиперу. Но там абсолютно все было в пределах правил. Поэтому Белорус первым на мяче оказался и спокойно мяч вперед вынес. Городея понимает, что нужно тоже немного поатаковать. Потому что, опять же, счет 1-0. Хотя и в твою пользу он пока что еще ничего не гарантирует. Канда. Гафар не успевает. Ну а здесь передача на Саича тоже не точная. Трубило берет игру на себя. Семенов. Как бы развить атаку на Сасина не очень точно. Ну а здесь Пушников очень грамотно корпус поставил. И смог выйти победителем из этой ситуации. Дидин. Ну вот, конечно, потрясающе этот футболист с мячом действует. Очень технично, очень резвый. Трубило наращение. Передача на правый фланг. Артем Паникаров подключается. Можно дальше в штрафную грузить. Здесь Дмитрий Сасин. Мяч принимает. А на газоне другой футболист Лутко оказывается. Но там, конечно, сетовать на нарушение правил, наверное, не стоит. Хотя футболисты Слудска всячески на это внимание обращают. Сасин чуть ниже отыгрывает. Ну и здесь сейчас Черник будет водить мяч. От своих ворот. Длинная передача от голкипера Городей. Вперед. Дидин до мяча не дотягивается. Пушняков. Очень неплохо. Он головой в этом моменте сыграл. Но и француз вновь ошибается. Да, очень много брака прямо сейчас у футболистов. Ну и Трубила против Дидиной. Посмотрите, как бежит Виталий. Еще и отыгрывает центр. Но там немного Вилько по позиции сыграл не так грамотно, как мог бы. Поэтому Слудска мяч потерял. Черник. На лазер Сайчича. Тот мяч принимает. И Сайчич первым еще на мяче оказывается. Опередил он и Трубила. Опередил и Вилько. Ну пока что Городей в позиционной атаке. Но опять же довольно таки так натужно все идет у команды гостей. А вот у нас такие вот специальные кадры Артема Сердюка. Который разминается форварда Слудска. Ну как раз таки это очень даже в тему. Так как Слудску нужно забивать. Команда проигрывает. И опять же наверняка Артем в этом матче может появиться. Ну и что? Борется прямо сейчас Городей со Слудском. В центре поля. Канда первым на мяче оказывается. И здесь было нарушение правил. Вновь Слудск будет вводить мяч неподалеку от своей штрафной. Да, вы знаете, первые 10 минут второго тайма у нас уже прошли. Но они абсолютно такие спокойные что ли. То есть команда не демонстрирует невероятного темпа. Ну а здесь не было ли нарушения правил? На газоне Трубила и Габараев. Автор забитого мяча не очень по правилам. Судя по всему сыграл против Виталия. Но Курхеле нарушения правил не заметил. Да, ну и Трубила немного неважно себя чувствует и прихрамывает после этого инцидента. Тем не менее, игру продолжать нужно. Воловик. Длинная передача на левый фланг, но по качеству не очень успешная. Паникаров ошибается, отдает мяч Пушнякову. И тот может по левому флангу прорываться. Найти бы Сергею, кого-то из партнеров. Было бы очень даже неплохо. Но он пока что зарабатывает угловой. Смотрим, подключается и Дмитрий Игнатенко. Здесь Лазар Сайчич. И Александр Позняк также подойдет к чужой вратарской. Есть подача слева фланга. Прямо вратарскую Анюкевич первым на мяче оказывается. И, ну не знаю, можно было бы мяч сохранить. И дальше бы мгновенную подачу еще раз делать. А так из аута разоградать комбинацию будет тяжелее городей. Хотя, знаете, она никуда не спешит. Команда Радушка, ну во многом мы знаем, что она умеет играть по счету. И счет как раз таки 1-0 в пользу... В пользу гостей. Это невеликое преимущество, но тем не менее от него тоже можно действовать. Гафар. Играет на Козлова, но там, конечно, не очень ласково обошлись с футболистом из Буркина-Фасо. Турбилов по катящемуся мячу. Прямо сейчас сделал касание, поэтому нужно было переиграть. Анюкевич направо, Паникаров. Рощеня. На самом деле, Слуцку нужны какие-то изменения, наверное, даже больше, чем у Городея. Потому что у Городея рисунок, в общем-то, понятный. Хотя у команды также есть футболисты, которыми можно игру усилить. Да, но вот здесь Дибир Горджиев в этой ситуации был неправ. Навалился он на футболиста Слуцка. Да, и тому прямо сейчас очень даже не сладко. Тут несколько желтых карточек сразу. Судя по всему, точно ее получил Дибир Горджиев. Вот Пушняков ему высказывает претензии. Да, тут отмахнулся вот Анюкевич в форвард Городея, поэтому... Поэтому такая долгая пауза у нас. Да, ну оказывалась помощь защитнику Слуцка теперь. Он уже поднимается, все с ним в порядке, может продолжать игру. Да, но Слуцку, конечно, такие паузы точно не к месту. Команде нужно отыгрываться. И чем дольше принимаются решения, вот какие-то такие моменты для медицинской помощи, тем Слуцку хуже. Козлов, подача в штрафную. Да, голос Черника было слышно даже с нашей комментаторской позиции. Сасин на Гафара, обратная передача на Дмитрия. Падает тот. Но нарушения правил там арбитры не видят. Что ж, пока что можем немножко вернуться к статистике. У нас пока что 51% владения у Слуцка, на 2%, соответственно, меньше у Городеи. По ударам 7-4 и 3-2. В пользу хозяев. Но вот что интересно, хоть ударов меньше у Городеи, меньше в створ, но она пока что впереди. У Городеи был один удар. Но какой? Был еще один удар в створ, но не настолько опасный. Когда Дидин бил в левый угол, в принципе, он тоже был неплох. Поэтому можем сказать, что моменты у Городеи очень-очень даже хорошие. Если она так или иначе доходит до чужих ворот, то это довольно опасно. Смотрим, как Паникаров фалит в этой ситуации и уже в Городеи зарабатывает стандарт. Черник. Длинная передача на Нюкевича. Но вот на самом деле вспоминаем, что у Городея в этом сезоне уже был период, когда она на 3 матча подряд выиграла в сухую. Это старт сезона после двух поражений. Победа над Белшиной, Динамом Минск и Рцор со счетом 1-0. И прямо сейчас может случиться нечто схожее. Если этот матч Городея выиграет, а если еще и в сухую, то это будет третья сухая победа подряд. Напомню, что ранее были обыграны Смолевич и Нейман. 4-0 и 1-0. И это, конечно, важнейшие матчи для того, чтобы остаться выше лиги для Городея. Линда вперед играет. Канда тут откуда ни возьмись выскакивает. Пушняков. На Игнатенко, тот направо. Ну, знаете, вот, честно скажу, потому что мы видим, Городея выглядит более цельно. Она более структурированно играет, более организованно. У Слуцка есть некоторые вопросы. Опять же, вот, по первому тайму еще есть этой ложной десятка. Соловей смещается в центр. Пробить бы Артему. Есть подача. Есть удар, но, знаете, скорее такой для галочки. Сайч еще здесь... У Сайча еще не получилось пробить как следует. Трубила быстро вышел из своей штрафной. Ну, а дальше... Дальше здесь не получилось какую-то быстро атаку создать. Гафар зарабатывает стандарт. Ну, и пока что видим, что рокировок нет. Хотя показывали нам того же Сердюка, который разминался. У него пять мячей в этом сезоне. Есть у Мухаммеда Морбала с четырьмя голами. Поэтому, я думаю, у Слуцка в целом есть кем усилить игру. Вот что интересно, кстати, Городея до этого матча была самой менее забивающей командой в чемпионате. Козлов. Чуть позже про Городея. Пока что Слуцк в атаке. Трубила. Подача! Она в целом была неплохой. Дибергаджиев пытался вместе с Дидином здесь разыграть. Не получилось. Уникевич делает подачу. Слуцк зарабатывает угловой. Давайте еще раз вернемся к статистике. До этого тура меньше всех в чемпионате забивали Витебск, Городея и Смолевичи по 26 мячей. Но теперь такой командой остается Витебск. Он вчера не забил. Ну а Городея со Смолевичами сегодня по одному мячу смогли ворота соперников подправить. Соловей. Ну вот здесь не получилось у него Джухари отправить по правому флангу. Опять же против того действовал Дмитрий Сасин. Довольно-таки быстрый футболист. Сасин на Козлова. На правую нужно Слуцку переводить. Да, здесь гораздо меньше футболистов соперников. Вращение. Привыкли мы к тому, что футболист в Смолевичах действовал чаще в роли центрального защитника. Но вот как раз таки в Слуцке его немного подняли повыше. Готовится замена. Рискну предположить, что у Слуцка вижу по табло резервного арбитера там цифры 7 и 17. То есть, судя по всему, вместо Паникарова можем увидеть Мухаммеда Умара Бала. Ну что ж, совсем скоро мы чуть более достоверно узнаем, прав ли я. Если так, то это будут усиления исключительно в атаку. Уберет Борозевич защитника. Ну и Мухаммед Умара Бала. Да, именно он готовится появиться на поле под 17 номером. Это атакующий футболист, который может сыграть в роли инсайда. Наверное, это как раз таки его основная функция. Игнатенко переводит на Позняка. Его так вот неплохо Слуцк атакуют. Но там Гафар получил, я не знаю, либо по лицу. Возможно, там какая-то отмашка была. Ну и здесь пауза будет прямо сейчас. Арбитр уточнит. Состояние здоровья Абдул Гафара. Ну и как раз таки, мною ранее анонсированная замена. Вместо Артема Паникарова появляется Мухаммед Умар Бала. Ну что ж там с Гафаром такое случилось? Если честно, в динамике момента не показалось, что настолько серьезное какое-то повреждение он мог получить. Опять же, Слуцк вот все эти паузы на медицинскую помощь, они абсолютно сейчас не к месту. 68-я минута у нас пошла. И нужно, конечно, Случанам всеми силами лететь в атаку для того, чтобы хотя бы, хотя бы, повторюсь, заработать 1 балл. Потому что нынешняя ситуация, она оставит Слуцк неудел и Городия оторвется на 3 балла. Ее опередить будет крайне тяжело. Ну и опять же, дальше там выше Славия, Минск. Про них мы уже прямо сейчас не говорим. Основные команды, которые борются прямо сейчас за то, чтобы не попасть в стыки, это Городия и Слуцк. И пока что у Городия дела немного лучше. Вилько очень жестко действует против Линды. Да, и получает желтую карточку. Ну здесь Курхели так решительно подбежал. Прям чувствовалось напряжение в этом моменте. Курхели так решительно подбежал. В атаке Городия прямо сейчас. Ну и там еще одно повреждение. Дибергаджиев его получает. И судя по всему, медицинская помощь понадобится ему. Да, очень много пауз прямо сейчас в нашем матче. Ну вот, кстати, появилась дополнительная информация. У Слуцка все-таки желтую карточку Дмитрий Сасин получил под 77-м номером, а не Вилько. Дибергаджиев поднимается с газона. Да, немного прихрамывает этот футболист. Ну и посмотрим. Возможно, понадобится замена. Есть футболисты, которые в атаку могут выйти у Городея. Возможно, она усилит и оборону, при том, что счеты его устраивают. А при таких раскладах, ну, видимо, очень сильно охраняет Дибергаджиев. Поэтому большие вопросы по поводу того, сможет ли он продолжить участие в этом матче. Ну, а наша игра, наконец-то, продолжилась. Вот, хотелось бы больше видеть чистого футбола, меньше всех этих каких-то заварушек, фолов. Тем более, что, я думаю, команды на концовку нам что-то интересное еще и припасли. Воловик. О, Мухаммед Умарбала. Он тоже на поле. Немножко позабыли про него. Гафар не успеет здесь. Именно первое касание было Мухаммеда. Ну и появляется вновь Дибергаджиев. Видно, что так тяжеловато он двигается. Но я так понимаю, что как раз-таки вместо него прямо сейчас кто-то на поле в зеленой форме появится. Бала, длинная передача вперед. Ну и оставляет мяч в игре футболист Слуцка. Очень так похвально, что он все-таки в этом моменте доборолся и Слуцк еще и аут заработал. Да, нужно, конечно, хозяевам чуть более интенсивно действовать. Вот видим, что Мухаммед Умарбала и вовсе действует чуть ниже, чем мог бы. Трубила. Есть подача от Виталия Трубила. Дальше пока что только футболисты Гордея с мячом встречаются. Еще один удар. Наблокирует его. Дибергаджиев классно ставит корпус. И Дидин может убегать. Ну а Рощеня здесь получает заслуженную желтую карточку. Да, Гордея спешить не будет. 72-ая минута подходит к своему завершению. Ну и прямо сейчас посмотрим. Гордея еще оставляет замены. Опять же, здесь можно и Дибергаджиева поменять, который так откровенно прихрамывает. И есть еще пару рокировок для того, чтобы, возможно, немного потянуть время ближе к концу матча. Балана Семенова. Трубила. Еще раз навешивает. Ну, я вот не знаю, есть ли смысл от этих подач. Тем более, что Гордея очень грамотно в центре обороны действует. Сайчич. И свободная зона прямо сейчас у Джухари. Он с мячом. Но поспешил он, откровенно говоря. И Соловей аж на коленях оказался. Очень недоволен был этим моментом. Ну вот некому давать. Не открываются футболисты. А Слуцкая, опять же, Трубила очень недоволен. При том, что Бала вышел сам не свой, на самом деле. Как-то вот все пассивно и... Не знаю, тяжело. Видно, что тяжело Трубила. Он один из самых старательных футболистов в составе Слуцкая. И прямо сейчас он так вот с небольшой грустинкой действовал в этом моменте. Но Гордея всей командой очень отважно обороняется. Тут Пушняков один против двоих. Затоптали его. И все-таки было здесь касание футболиста Городея. И именно от него мяч Поля покинул. Но вот ждать ли нам еще какой-либо интриги от этого матча. Или так он и завершится со счетом 0-1. Это прямо сейчас главная интрига. Посмотрите, Дибергаджиев, он даже спиной умудряется ставить корпус. Но против Бала тут довольно непросто. Просто ему действовать. Гафар, хороший прием. Ух ты, штанга! Вот это рикошет! Если бы сейчас мяч в воротах оказался, то было бы что-то невероятное. Черник тут абсолютно ничего поделать уже не мог. Давайте мы еще раз посмотрим. Семенов пытался отыграть на левый от футболиста Городея. Мяч попал в штангу. Невероятный момент. Лазар Сайчич, самый результативный футболист в Городея, мог еще раз отличиться и отправить мяч в свои ворота. Вот это была бы развязка. Видали трубило у мяча. Навешивает штрафную. И Черник в этот раз уже не ошибается. Он грамотно выбирает позицию. Забирает мяч. Ну и можно здесь, в принципе, отправлять кого-то из своих игроков вперед. Канда в центр, ну а здесь только Пушняков. Играет тот налево, Артем Соловей. Артем Соловей действует не точно. Воловик на Габараева. Тут абсолютно спокойно убирает футболиста под 17 номером Мухаммеда Марабала и зарабатывает угловой. Да, подсказывает здесь Черник, что нужно назад вернуться к Габараеву. Но вместо Юрия Козлова на поле появляется Артем Сердюк. Футболист, которого мы уже показывали на разминке. Что ж, еще одно усиление атаки. Опять же, вместо полузащитника появляется нападающий. У Сердюка в этом сезоне 5 мячей, 1 голевая передача. Поэтому он может зажечь. Юрий Воловик навешивает. Игнатенко первым на мяче мог оказаться, но не успел. Очень он так был зол сам на себя в этом моменте. Но ничего поделать не смог. Линда вперед бросает. Трубила в центр. И Пушняков, посмотрите, каков Сергей. Поперек поля бежит. Я не знаю, в надежде заработать фол. Ну и показалось, что мог он его заработать. Но нет, здесь не было нарушения правил. Ну а здесь Соловей. Желтую карточку. Получает. Показалось ему, что все-таки смог он сыграть мяч. Но Мин Курхеля считает иначе. Да, немало здесь желтой карточек в этом матче. Ну конечно, конечно, не было здесь никакой игры в мяч. Поэтому, я думаю, спорить даже не с чем. Опережает Семенов Пушнякова. Ну и тот вскрикнул от боли. Да, контакта избежать в этом моменте не удалось. Что ж, практически позади у нас 78 минут матча. И второй тайм. Он абсолютно равный. Равный, как и первый. Но вот пока что только за счет индивидуального мастерства Габараева. Гордеев впереди. Дедин. Ошибается в этом моменте. Бала отправляет Гафара вперед. Ну, так даже перехитрил немного футболист из Буркина. Фасо Игнатенко в этом моменте. Трубило поперек. Рощеня. Сасин. Передача в штрафную. Пробьет Лестлуск. Есть удар! Спасает Черник! Вот это сейв! Ну а здесь было положение вне игры. Вот как раз таки для таких моментов Сергею подписывали. Рассказывал он в интервью, что без проблем смог договориться с Олегом Радушко, который его, собственно говоря, и позвал в команду. Ну, потрясающий сейв от голкипера. Опять же, мяч летел в ту самую зловещую левую штангу, уже в которую он попадал. После того, как Сайчич рикошетом таким неприятным срезал его в собственную рамку. Еще одна замена в этом матче. Первая, кстати говоря, для Городей. Вместо Артема Соловья, который вот как раз таки только на желтой карточке повис, появляется Михаил Шибун под номером 19. Футболист, который может сыграть и ближе к атаке, он в целом хороший в обороне, поэтому абсолютно оправданно, что есть резон, почему можно его использовать. И он прямо сейчас на левом фланге оказывается. Трубило. Передача в штрафную, но это Абстердюк. Опережает оппонента, но дальше вот проткнуть мяч мимо Черника у него не получается. И последняя 10 минутка основного времени второго тайма прямо сейчас у нас началась. Важнейшие 10 минут для Слуцка. Если он все-таки не исправит ситуацию, то большая вероятность, что случайно все-таки попадут в те самые стыковые матчи. Вы помните, как все начиналось в этом сезоне. Слуцк обыграл Шахтер в гостях, обыграл в гостях Минская Динамо. И в целом даже пошли разговоры о белорусском Лестере. Ну а теперь команда пытается спасить от вылета. Какова судьба? Буквально все может поменяться за какие-то несколько месяцев. Практически все в штрафную пошли, кроме Ильи Рощани. Трубила подает на дальнюю штангу, но там, в общем-то, никого из футболистов Слуцка-то и не было видно. Очень много игроков в городе здесь прессинг оказывают. Рощение на Броновца здесь ошибаться ни в коем случае нельзя. Вперед Илья выбивает. Гафар примет. Развернется. Отдаст на Мухаммеда Умара балла. Вновь Гафар. Ну и без нарушения правил. Дидин. Играет на Сайчича. Ну а тот на свежего Шибуна. Шибун на легких ногах. Абсолютно спокойно оппонентов проходит. Играет центр. И обрезает трех футболистов своих же. Ну вот почему на левый фланг случайно мяч не перевозят. Я в корне не понимаю. Здесь и Сердюк, и Бала, и Рощеня. Ну и абсолютно эта потеря мяча того не стоила. Можно сохранить было мяч в этом моменте. Да, тут орет Сергей Черник. Буквально, что нужно за линию идти. Как раз таки имеется в виду... Ну, для начала... Половина центра поля. Рощеня. Какая ошибка. Длинная передача на Дибиргаджива. Но тут, конечно, в положении вне игры оказался. Ну, знаете, не бегает уже нападающий Городей. Странно для меня, почему его не меняют. Тем более, что повреждения он получил по ходу второго тайма. Наверное, в надежде на то, что Дибиргаджив нужно на моменте за мяч зацепиться. И вот сможет сбросить партнера. Мне кажется, только если так. Хотя можно выпустить кого-то из футболистов. Помоложе, побыстрее. Бала проходит по левому флангу. Зарабатывает угловой. Такой важный прямо сейчас для Слуцка. Ну и что ж, смотрим за этим угловым внимательно. Подача на дальнюю штангу. Выходит Черник. До мяча не достает. Но тут покидает пределополе. Давайте смотреть еще раз. Если бы смог Сердюк в этом моменте опустить мяч ниже, то это было бы очень-очень опасно. Готовится замена у Городеи. Сорокин появится вместо Дибиргаджиева. Но вот как раз-таки я только сказал, что россиянина, наверное, стоило бы поменять. И Радушка будто подслушивает меня. Ну, шучу, конечно. Главный тренер Городеи сам прекрасно знает, что ему нужно делать. Сайчич налево переводит. Не было ли там игры рукой? Ну, судя по всему, нет. Шибун. Вот такой вот не самый удачный удар отращения. Да, знаете, Слуцк с 2013 выступает в высшей лиге. Уже все мы привыкли к этой команде. Если она сейчас попадет в стыке, а там, может быть, даже вылетит, это, конечно, будет такой удар для всего белорусского футбола, так как не к этому стадиону все привыкли, и к самой команде, к атмосфере. А тем более иностранные болельщики тоже внимательно следили в начале сезона за командой. Канда отбирает мяч, играет на бала, можно направо переводить. Именно так и делает Нигерин, но не точно. Из достижений у Слуцком максимальная позиция, которую он занимал, это седьмое место в сезоне 2017. Вторая замена у Городей. Ранее мы ее уже анонсировали, Сорокин вместо Дибергаджиева. Ну а Слуцк, в принципе, помните сезон с Евгением Шикавкой, когда потрясающий был начат у Слуцка. Вот знаете, есть какая-то у него такая проблема, что он может очень классно начать сезон, но потом с завершением, со вторым кругом есть большие вопросы. Такое несколько раз уже случалось, сезон с Шикавкой, когда на четвертой строчке долгое время шел Слуцк, но потом в конце практически все матчи проиграл. По сути, этот сезон очень похож на тот. И Слуцк после такого потрясающего старта сейчас борется за то, чтобы сохранить прописку. Бала играет центр, Сердюк налево, Трубила. Но здесь, конечно, ошибаться Виталию ни в коем случае нельзя. Подача в штрафную от Трубила выигрывает. Там вверх футболист Городей. Еще одна подача. Но там Бала буквально немного ему не хватает, чтобы дотянуться. Но игроки Городей очень грамотно действуют. Да, и Бала, конечно, фуалит в этой ситуации против Лазар Сайд. Сейчас здесь спорить я смысла вообще какого-то не вижу. Габараев. Ну вот слышна поддержка гостевой команды. Она сейчас ей как никогда нужна. Сачич на Сорокина. Первые касания Андрея в этом матче. Сачич. Пробрасывает между Никевичем. И вот так вот навешивает на дальнюю штангу. Но это тоже не точно. И последняя замена в составе Городей. В этом матче вместо капитана Сергея Пушнякова появляется Дмитрий Байдук. Пушняков капитанскую повязку отдает Александру Пузняку. И сам поле покидает. Ну что ж, 89-я минута матча и Городей, вспоминая начало сезона, может одержать третью сухую победу подряд. Шибун. Чистейший подкат был от Дмитрия Сасина. И мчится электричка. Он по правому флангу. Не могут его догнать футболисты Городей. Передача в центр. Дальше продлевают. Канда! Канда! Ну вот. Пробил так пробил. И мяч остался на дереве. Я не знаю, если бы мы смогли захватить этот момент, это было бы потрясающе. Это было бы очень красиво. Вот так вот во дворе. Я не знаю, кто полезет ли из футболистов в Слуцк, как тут на дерево или нет. Наверное, другими задачами нужно прямо сейчас заниматься. Да, вот как раз-таки тот самый мяч на дереве. Ну, такое бывает в белорусском футболе. Да, совсем скоро мы узнаем, сколько добавили к основному времени этого матча. Но пока что Городей под такой приятный настрой старается в этом матче еще что-то придумать. Дидин пробрасывает мяч дальше. Габараев борется против Мухаммеда Умара. Бала. И зарабатывает угловой для своей команды. Ну, как для своей команды. Для обороны своей команды. Пять минут добавляет Амин Курхеле. Но это не самое время. На самом деле можно что-то еще и создать у Слуцка. Есть шансы для этого. Юрий Воловик разыгрывает мяч вместе с Лазером Сайчичем. Но не спешат футболисты Городей. Тут стараются они разыграть мяч. Да, и посмотрите, не ушел тот за пределы поля. Но все-таки Трубила оставила его для своей команды. В центре передачи она, кстати, хорошая. Хотя показалось, что она может быть немного опрометчивой. Семенов направо играет. Ну, а здесь какая ошибка. Шибун мяч перехватывает и может прорываться. Он убегает от своего оппонента. Катит ниже. Дидин. Почему не пробил? Думаю, тот же вопрос ему и Радушка после окончания матча задаст. Канда уже не возвращается. Он в роли центрального нападающего прямо сейчас действует. Сасин по правому флангу. В центр играет. Бала. Сердюк ставит корпус. На газоне оказывается. Но, по мнению арбитра, без нарушения правил. Передача на француза. Ну, посмотрите, какая выносливость у Виталия Трубила. Он, на самом деле, не второй уже какой-то, а третий. Дыхание у него открывается. Видим, что две минуты компенсированного времени у нас позади. Барановец. Длинная передача вперед. Нет. Воловек первым на мяче будет. Ращение. Пас, кстати, вот неплохой. Но почему-то Бала не пошел на него. Гафар играет на Трубила. Нужно грузить штрафную. Трубила. Длинная передача. Ну, а Бала почему не прыгает? Я не знаю, иногда поражают меня действия футболистов Слуцка. И посмотрите, контратака. Вперед передача Сорокин. Два в одного выходят футболисты Городеи. Сорокин. Катит поперек. Дидин разворачивается. Не было здесь нарушения правил. Но вот, мне, если честно, кажется, что уже и футболисты Городеи устали. Но Слуцк может наказывать за такое. Гафар играет поперек. Семенов. Семенов. Не нужно передерживать. Передача вперед. Нет. Сердюк не успеет. Три минуты компенсированного времени уже позади. И последние, последние шансы для Слуцка. Сергей Черник лучше у Городеи сегодня. В составе Слуцка Александр Нюкевич. Сайчич выигрывает такой важный матч прямо сейчас. И матч в том числе. Возможно. Байдук вперед продлевает. Байдук вперед продлевает. Дидин простреливает. Шибун не успеет. Ну что ж, полторы минуты отделяют Городею от важнейшей победы. Возможно наиболее важной в этом сезоне. Броновец вперед. Канда здесь старается зацепиться, но у него это пока не выходит. Трубила. Свечку запускает над чужой штрафной. И там вновь, ну посмотрите, центральные защитники Городеи. Им можно только браво сказать. Они действуют очень внимательно, очень цепко. И на втором этаже потрясающе играют. Рощение. Так вот отправил мяч в балан. Тут принял. Вилько, опустившийся на правый фланг. Играет на Гафара. Тот центр. Вот последняя. Одна из последних атак Слуцкая. Ну и нужно здесь хотя бы навесить. Я не знаю. Очень долго мельчат футболисты Слуцкая. Есть как раз-таки тот самый навес. Бала не успеет. И вперед передача на Дидина. Жухари. Пробрасывает мяч. И можно здесь играть. Нет. Это положение вне игры. Это положение вне игры. И завершается пятая добавленная минута. Наверное, последняя атака прямо сейчас у Слуцка. Ну и что ж, доведет ли он ее до удара? Нет. Все. Это важнейшая победа для Городей. Третья подряд. И третья сухая победа подряд у гостевой команды. Она набирает 30 баллов. И она отрывается на 3 очка от Слуцка. Ну и теперь она 100% по личным встречам опережает команду Бразевича. Которая наверняка сыграет в стыковых матчах. Но опять же, есть еще два тура, соответственно, которые все решат. И в чемпионской гонке, за которой мы будем внимательно следить в следующих матчах. У нас впереди Динамо Брест. Торпеда Жодина. Ну а в 19.00 мы покажем Шахтер Бате. Оставайтесь с нами. Любите белорусский футбол и берегите себя в это непростое время. Всем до новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok